привет всем друзья сегодня у нас длинные выходные начинаются февральские четыре дня выходных мы решили наконец-то посмотреть как выглядит отель пять звезд в москве по сути это исторический момент потому что мы в москве пятерки ни разу не были поэтому выбрали вот этот отель звезды арбата пять звезд это не реклама что там внутри что нам предложат какой номер все это покажем стоимость отеля составляет 15 тысяч в сутки посмотрим что они нам предложат за эту цену 15 тысяч за ночь завтрак у нас ужин включены все это вы увидите и посмотрим что в москве представляет собой пяти звездочный отель птища следующая остановка донинская москва ярославский вокзал прибытие из пушкина состоялась едем дальше к отелю киевская переход на арбатско-покровскую и филевскую линии выход киевскому вокзалу и альроэкспрессом в аэропорт внуково о подозрительных предметах сообщайте машинисту москва 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 сити рядом с отелем звезды арбата за сталинской высоткой москва сити кругом вот входим в отель наш крутой пол такой у нас встречает здесь не кафешка есть там наверно у нас ресепшен столовка какая-то вот ресепшен люстра неплохая у нас тут 321 ну вот наш полу люкс который мы заселились что у нас здесь входим коридорчик небольшой значит тут зеркало висит бешеная шкаф открываем утюг халаты гладильная доска из даже сушилка для убивили что там тапочки ложка для обуви и тучу у нас прятки что дальше мы имеем полу люкси за 15000 сейф такой шкаф все одним кадром снимаю входим в сам номер здесь сразу же кровать большая кровать мягкая хорошо лампы картины тумбочки прикроватные четыре подушки твой какие мягкие хорошие телек висит правда как-то сбоку непонятно как тут висит диванчик столик вот так вот у нас кресло и рабочая зона вот так номер выглядит с этой стороны зеркало еще одно телефон все тут капсульная кофемашинка чайник кружки чай кофе так какое-то такое две бутылки воды есть мини бар но он платный мини баре тут куча всего но все это по ценам таким прямо скажем дорогим хлебцы и так далее идем что там у нас санузел входим санузел санузел такой хай-тек зеркало еще одно огромное зеркало такие принадлежности зубные щетки вижу шапочки всякие шампуньки лосьоны было раковина 2 стакашка тоже полотенца всякие разные весы даже есть от сяоми ну и душевая кабина то есть здесь ванны как таковой нет и различных три вида моющих средств тоже присутствует все но соответственно еще и трон грильная такая полотенцедержатель с управлением ручным в общем неплохо но почему-то ожидалось гораздо больше номер гораздо больше всего в этом номере ну ладно самое главное уютно тепло и вид такой интересных на на третьем этаже находимся этот вид на какой-то двор прямо с третьего этажа в окно нам обещали что будет вид на арбат на новый носа нихрена не на арбат вот такой вот двор какой-то стеклянном помещении 7 до 9 ужин здесь завтрак 6 30 по моему до 11 до помнишь 6 30 до 11 вот таким образом такой полу люкс как бы я не знаю что это за полу люкс такой обычный номер но все так приятно сделано как бы на фотках все по-другому было когда смотришь рекламу отеля номер побольше выглядел гораздо чем этот посмотрим что будет у нас на ужин идем сейчас посмотрим что за спа-зона здесь что там у нас за джакузи коридоры коридоры и маленький такой целая тайская у нас по тайлантаил посмотрим что целая тайская штука тренажерный зал может побегать покачаться мы здесь одни будем или тут толпа тут люди да понятно выдаются какие-то полотенца до закрываться а то есть взять халат номере да а еще что все здесь до какой-то там душ здесь бассейн понятно хорошо ладно тогда надо халат надеть и спуститься халат еще остался от мэриута с тех времен когда здесь был мэриут я там уже заходил там занимаются там уже телки с губами блять занимаются и окна вот это наша здесь еще у нас душ а здесь массаж походу а здесь у нас кстати здесь раздевалки у нас есть мужской женской ведется видеонаблюдение вот такая санка здесь сауна вон там смотрю хамам кто-то сидит здесь у нас еще и джакузи ну парикольно лежачки здесь все как положено парилочка джакузи туда еще на второй этаж куда-то что-то идет на это интересно девки пляшут это как нам сказали инфракрасная сауна а здесь еще есть кабинка со снегом прикольно короче а снег идёт а снег идёт даже сугроба нам его смолдить я в снегу а это что короче какой-то фок колд фок холом и туман atlantic ocean атлантический океан тропический дождь наверное он не был в жизни в туалет отлечить в тумане в голубом хамам туманность андромеды это что врубило холодный туман называется давай атлантический океан врубает метод ты урубаешь тропический дождь наверное вырубить на данный и гости она короче вот теперь вырубает не хочет вот да а не фигасе афлантический океан крутят он такой короткий короткий да а снег идет и снег и идет с угробой птички с озвучкой все ведет озвучиваются птички это различные и корейцы и осталось у нас корейский штурм врубает и нахер снег это не очень так мы смотрим инфракрасная сауна у нас осталось он берет 50 градусов но горит это становишься весь мокро за счет инфракрасного излучения сколько здесь 48 но такой для прикола спа нормально до походить так что делать нихер кто любит это вообще самое то но хамам хорошего с пеной турок спина не хватает здесь же можно взять полотенчики розовеньки такие хорошие тапочки обратно пойдем сухие возьмем так потому что эти намокли и водичку можно брать бесплатно холодный прохладник водичку узнавали здесь цены на тайский массаж который делают короче час стоит 3 500 3500 рублей полтора часа если дольше то 4 500 короче на 1000 дороже а вот работа джакузи во всей красе прикольно да кнопочки врубаешь и пошел фианс расслабляющего массажа вытягиваемся на ужин нью-йорк спектакал ужина будет шесть местных курсов и официанты будут приносить вам мясо отдельно холодные горячие закуски напитки уже ждут вас на букетной линии вот так вот у нас сегодня необычные мясные курсы да будет шесть местных курсов примерно каждые 30 минут будут выезжать повара с телегой разделывать мясо официанты будут вам оно приносить горячие холодные закуски и напитки ну неплохо такой кабачки мясные блюда тут в общем это что такое тартар рыба а это помидор да оранжевая рыба да прикольно такой стол еще обещали какое-то мясо наносить мохито наливают все что угодно и кофе теперь все что хочешь мохито вайл праздник вот этот бутер с рыбой вообще просто охрененский вкусный тыква печеная просто сказка но еда здесь конечно зачетная ничего не скажешь немножко расскажу про наш сегодняшний вечер это называется чураска это слово родом из латинской Америки вечер чураска сегодня у нас там так называют в принципе все жареное на утрях мясо вроде нашего барбекю или гриля многие страны в южной части Америки знают что чураска это настоящий праздник вкуса и мясных блюд без ограничений вечер чураска именно это сегодня вас ждет сегодня мясные блюда без ограничений сегодня нас ждет 6 мясных курсов а также сладкий десерт в конце это будет невозможно вот так вот еще и сладкий десерт в конце в 7 часов зашли в 9 будем выходить я взвешивался 88 килограмм сейчас после чураска посмотрим сколько я буду весить ну шикарно здесь еда просто вкуснейшая вот все что накладываешь все вкусно просто вообще даже кукуруза вот эта вот кукуруза на гриле она прям у нее сливочный вкус обалдеть просто здесь да? да? да что случилось? вкус еще? хватит а еще какой-то мясо будет да? еще будет поэтому хватит да аджики пожалуйста скажите а куда вот эти тарелочки можно? сейчас все убирай хорошо спасибо нет нет да один да так не желательно первая смена блюд у нас мясных шашлычок куриный как в Таиланде еще шесть раз четыре трое суток вымачивали трое суток вымачивали да не ну я слышал как красота да мохито двух сортов пожалуйста девчонка классно там поет вкусноте его короче шашлычки джазик неплохой Внимание внимание на подходе следующий курс нашего мясного предприятия тут еще даже бочковое пиво пожалуйста очень вкусное пшеничное они вы развалили в пиве со специями а этот вот и сами жареные ребрышки в пиве со специями а балдусь девчонка просто охренительно поет такие мелизмы у нее даже книги можно почитать Федор Абрамов пожалуйста тебе Владимир Ильич Ленин это слюные ребрышки с соусом получили приготовленные на гриле по сути это сливовый соус прекрасно отлично спасибо все очень вкусно визу сколько вам положить? хватит и давайте помню смазу добавлю давайте похож на сливовые барбекки спасибо большое вкусно нет обалдеть реально прям соус просто сказка это блюдо для любителей кисло-сладкого сочетания свинина с ананасом и сладким соусом чили это самая мягкая и нежная часть свинили шея пять дней она наполнялась вкусом и сладостью ананаса ароматные специи а затем медленно томилась в печи под сладким соусом чили на хрустящей корочки подается чатни из ананаса чатни это кусочки ананаса в собственном саду всем приятного аппетита короче чатни сейчас нам принесут вот нам шейфы принесли какая вкусная еще какой-то соус нам какой-то нарез ананас точный ананас обалдеть попробуйте как ананас как ананас перцем чили так свининка шейку отрез девчонки там джаз вообще поет шикарно а а а а а и приятного аппетита дальше всем а 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 и а и а или он а о замкнули с милизм Молодец, так классно она все поет. Сейчас у нас с вами будет куточка. Утиная магре. Магре это грудка утки, которую откармливали специально для фуагра. Утка маринуется в красном вине с прованскими травами несколько дней, после чего медленно обжаривается со стороны кожи до хрусткости. Птица приготовленная таким способом обладает насыщенным вкусом и не забываемым ароматом. Приятного аппетита! Слов нет, спасибо. А, вот сюда прохожу. Хватит. А, красное вино. Это красное вино. Соус, да? Да, да. Давайте, полейте. Я там. Спасибо. Очень вкусная вот эта штука. Напоминает прям вкус крови паштета. Прям очень вкусная. В блюдо вот это. Этот стейк мариновался в травах, сливочном хрени и дижонской горчице. А затем, томился при низкой температуре по технологии Сувид. Приятного аппетита! А, вот сюда. И еще один. Достаточно. Говяжий стейк. Говяжий стейк. Спасибо большое. Давай, пробуй. Говяжий стейк. Они вот полгают их. Да? Настолько непонечным. Всегда им хочется сделать. Говяжий стейк. Это вот это вот. Соус тот перечный. Ну как? Нормально? С кровью? Сейчас. Последнее блюдо. Стейк. Говяжий. На жировой прослойке. Это тоже соус с красным вином. Короче, уже ничего не лезет. Мы будем пробовать. Вот этот стейк просто изумительный вкус. Просто охрененский. Вершина вкусовых качеств блюда из мяса. Это что за ананас? Фаршированный соловинами и яйцами? Да. Что-то типа того, да? Добавление корицы и сахарных пудро и мято. На корицы и сахарных пудро. Прикольная моя. Вообще жизнь. Еще только нету у меня. Ну как оно? Хрень? Запах корицы. Запах корицы. На гриле я смотрю. Нож у него, да? Ну кусай так. Ты там это уголь ешь. Шкура то вон черная. Ну как оно? Хрень полная? Ну ясно. Сейчас я попробую. Десерт. Играет мято. Короче блин. Жаренный ананас на гриле – это что-то. Причем он горячий. я бы не сказал, что дерьмо-то, но нормально, как необычно необычно но это, конечно, не для русского желудка так, меню, что здесь? ужин, шведский стол, открытый бар 2000 стейк-кавы без песни, короче с 7 до 9 кроме дней тематических вечеров, как вот у нас был ну, помятно а вот меню здесь стейк-тибон что, прям, 4 900 пожалуйста, рыбая 3 900 стейк-верк ну, короче люстра такая уходящая вот такая обстановочка в лобби как библиотека типа библиотеки выждем прикольно что-то, блин елька всякие кристаллы сваровски наверное дальше там отдых вот здесь все а, да, мы оттуда видим с третьего этажа этот купол ясно по потолку гуляешь будешь ну, вот так в общем классный отельчик конечно, обжираловка полная просто обожраться вне жизни в такой обжираловке еще не было нигде просто входит все это стоимость кафешка какая-то такая шикарно конечно, блин еще нас ждет завтрак посмотрим что за завтрак гастрономический вечер чураска вот он все наши блюда так завтрак индейка колбаска соленья разная свекла рыбеха побольше берез сыры фруктовый шторм такой неплохой различные напитки йогурты яичницы здесь жарятся наверное с мясом яичницы жарятся с мясом с грибами бекон блинчики пельмени даже есть обалдеть картошка с грибами сосиски двух видов неплохо так омлетик кашки тоже двух видов кашки обалдеть всякие шайны штуки пельсиновые даже свежие и шампанское еще наливают здесь булочки такие такие прикорные отлично завтрак ну завтрак прямо скажем шикарен яичницу сделают рыбки дофига сыра с плесенью обычно яичка вот такая красивая круто и активе отдано все как положено ну вот прошли сутки у нас едем домой мнение такое номер ну как бы не оправдал ожидания хороший номер обычный для полулюкса в Москве что-то как-то очень маленький номер ванны нет только душевая кабина вид во двор странный хотя обещали нам шестой этаж и вид на новые арбаты Москва сити в итоге нет не было такого вида ну а в остальном все шикарно самое главное здесь еда просто супер пупер просто вообще шик модель вот в этом ресторане нью-йорк вообще просто шикарно но в целом на четверку тянет не на пять друзья встретимся в следующем видео не забываем ставить лайки писать комментарии подписываться на канал кто еще не подписался всего вам доброго до новых встреч субтитры субтитры